МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ На минувшей неделе в сетке наших выпусков случился сбой. Во вторник выпуск не вышел, но точно не по нашей вине. Дорогой Радифаритович срочно отправился на форум в Екатеринбург. Там состоялся форум и на пром-2023. Складывается впечатление, что Хабиров попал в некую эмоциональную зависимость от праздников, форумов и иных развлечений чиновников за бюджетный счет. Есть основания полагать, что эта зависимость сформировалась у дорогого Радифаритовича исключительно на фоне отсутствия реальных достижений в экономике и социальной политике региона и потребности подменить эти достижения на иллюзию постоянного торжества, праздника и успеха. Ироничное население республики уже наделило главу региона различными обидными прозвищами за пристрастие к мотовству и бесконечной праздности. Вот подборка этих прозвищ, которые можно легко найти в интернете. Например, иногда Хабирова называют Сабантуйбай, иногда Форуммен, Человек-праздник, ну или Башлых-шашлык на крайний случай. Выбирайте, что вам больше нравится. Тем временем подчиненные Ради Хабирова, уловив потребность начальства, без устали изобретают все новые и новые ивенты. Вот, например, скоро 26 июля в Уфе состоится форум «Умный город», на котором всех будет смешить мадам Сараполова и команда КВН города Нефтекамска, которая по недоразумению все еще считается у нас мэрией Уфы. Ну, а там уже недалеко и до межгалактического форума «Башкирский конь», куда точно уже приедут загадочные инвесторы из Афганистана и Ирана и наступит нам счастье. Праздник, который всегда с Хабировым, продолжается, но надо помнить, что праздник этот продолжается исключительно за наш счет. Все эти празднования, угощения, красивые видеостены, все-все-все, вот это оплачиваем мы с вами. Тем временем жизнь в Республике Башкортостан предстает нам вовсе не в таком радужном свете, какой она кажется Ради Хабирову. Например, за минувшую неделю дела, которые отказался обсуждать Хабиров на оперативном совещании, в Республике сгорело сразу 4 дома в одном из сел. Утонуло аж 11 человек в тех самых прекрасно оборудованных и оснащенных пляжах, которыми гордилось наше правительство. Рухнул потолок в школе деревни Ишлы Аргазинского района. Ну, а про мусорный коллапс мы с вами еще поговорим отдельно. В современном мире очень сложно купить недорого что-то очень качественное. А вот у открытой политики ничего покупать не нужно. Открытой политике нужно только помогать, причем помогать финансово, а в обмен мы будем снабжать вас качественной независимой информацией, в которой действительно есть потребность. Мы это видим по тому, как растет наш канал, мы видим по тому, как активно все участвуют в жизни нашего канала и призываем вас к этому же. Например, вы можете помогать нам финансово, перечисляя деньги на наш расчетный счет, который мы публикуем в каждом видео. Не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комментарии, не забывайте постить наше видео в социальных сетях, тем самым вы помогаете его распространять. Видимо, окончательно убедив себя в том, что жизнь беззаботна и прекрасна, хабировские чиновники с удвоенной силой продолжают добивать региональный бюджет. Мы сделали небольшой обзор госзакупок последнего времени, и, честно говоря, я пришел в ужас. Например, чиновники Белого дома срочно закупают ножи, ножны которых издают приятную музыку в исполнении ведущих башкирских кураистов. Зачем людям ножи с музыкой, совершенно непонятно. Стоят, кстати, эти ножики весьма прилично. Не забывают чиновники оплатить ежемесячную чистку любимого фонтана дорогого Радио Фаритовича на Советской площади. Кстати говоря, эта чистка обойдется в миллион рублей каждый месяц. Закупают юрты, очередные юрты на 9 миллионов рублей. Не забывают оплатить и вип-обслуживание губернатора в собственном аэропорту. Тоже миллион рублей в месяц. Ну, банкетом, фуршетом, честно говоря, не с числа. Их уже там можно исчислять десятками и сотнями. И все это на фоне того, что эти чиновники сами же верят в свои собственные сказки о том, что их окружает, например, годовая инфляция всего в 2%. Между тем, не всем членам команды «Х» живется так весело и беззаботно. Горло некоторых из них уже сжимает костлявая рука правосудия и холодок камер подбирается к их пяткам. На минувшей неделе прогремела на всю республику новость о том, что экс-министр Хабировского минстроя Рамзиль Кучербаев не только лишился шанса отвертеться от шестилетнего срока в тюрьме, но еще и получил увеличение срока наказания до 9 лет. 9 лет колония общего режима определил ему суд, рассмотрев еще 50 эпизодов криминальной деятельности главного строителя республики Башкортостан. Ну и, собственно, 3 годика накинули. Как ни странно, на этом фоне заговорили о том, что шансы другого хабировского уголовника, экс-вице-премьера Беляева, на смягчение приговора резко возрастают. Ну, посмотрим, будет ли башкирское правосудие соблюдать баланс в выписывании сроков членам команды Хабирова. А еще суд оставил под стражей экс-мэра Салавата Игоря Миронова. Его обвиняют, напомню, в злоупотреблениях при оформлении так называемой Сидякинской концессии на электросистему города. Суд оставил Миронова под стражей до 9 августа текущего года. Продолжает сидеть в СИЗО мэр Межгория, ну и еще десяток членов группировки Хабирова помельче, всевозможные председатели сельсоветов и так далее. А, увы, пока Уфа в отстающих, мэр Уфы пока на свободе. Не знаю там, как насчет чистоты его совести, но, как говорится, лиха беда начала. Мы помним, что в истории вообще бывали так называемые правительства в изгнании, а в Башкирии, пожалуй, что на фоне вот этого всего впору говорить про правительство на нарах. Четыре года ради Хабиров воевал с оператором по обороту твердокоммунальных отходов Дюртюли Мелево-Водстрой, который, как выясняется, отказал ему во взаимности. И вот, собственно, итоги этой затянувшейся войнушки. Дюртюли Мелево-Водстрой отстранен от своей деятельности. Все-таки удалось оформить некое решение Минэкологии Республики, и эта компания больше не занимается вывозом твердокоммунальных отходов в 12 районах и трех городах Республики Башкортостан, как и требовал ради Хабиров четыре года. Теперь эти 12 районов и три города утопают в мусоре и отходах настолько, что пришлось вводить внимание, чрезвычайную ситуацию в трех районах и в двух городах. Речь идет о Татышлинском, Краснокамском, Янаульском районах и городе Агидель, и городе Нефтекамске. Ну вот, собственно, посмотрите. Жители этих городов и районов присылают нам фото и видео ситуации, которая сложилась в этих местах. То есть, действительно, иначе, как катастрофой это назвать нельзя. Собственно, не лучшая ситуация и в Бирске. Там ничего не смогли придумать. Лучше, как вывозить бытовой мусор из города в ближайшую лесопосадку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это просто какой-то ужас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Источники в Минэкологии Республики Башкортостан, впрочем, сообщают, что нагнетание ситуации с Дертюлей и Мелевым отстроем и создание мусорного коллапса им, например, существенно упростит процедуру утверждения нового регоператора по вывозу твердокоммунальных отходов, который присядет на источник в 2 миллиарда рублей в год. Ну и, собственно, этот кандидат-оператор уже широко и лучезарно улыбается дорогому Радио Фаритовичу, даже не сомневаясь ни на минуту, что к этому предприятию может иметь отношение кто-то из простой и скромной родни главы региона. Но что же остается делать самим жителям? Как вот им существовать? Как реагировать на эту ситуацию? По сути, на самом деле, им должно быть все равно, кто, какой оператор вывозит мусор. Такой, сякой, хорошо у него отношения сложились с Радио Фаритовичем или плохо. Жителям вообще-то главное, чтобы мусор вовремя, в срок и качественно вывозился. Пока жители ограничиваются только тем, что постят бесконечные фотографии с горами мусора около своих домов и вдыхают, как говорится, все эти ароматы лично. Но у меня вот есть личный опыт того, как некоторые другие граждане других государств реагируют на подобные ситуации. Как-то раз мне довелось побывать в городе Палермо на Сицилии в Италии, и я там наблюдал ситуацию с невывозом мусора. Дело в том, что на Сицилии, как и у нас в Башкирии, вывозом мусора занимается мафия. И время от времени у этой мафии случаются разные, как говорится, сбои в работе. И вот горы мусора начали копиться в большом, на самом деле, городе Палермо. И что сделали граждане? Граждане собрали этот мусор в мешки и организованно принесли эти мешки прямо непосредственно к дверям мэрии города Палермо. В считанные часы прямо на глазах гора мусора около мэрии достигла третьего этажа. Вот я лично все это наблюдал, и, собственно, это лучшая была иллюстрация бездеятельности администрации города. Гражданам было наплевать, кто что вывозит, они платят за этот мусор. Но если администрация не смогла организовать каким-либо способом вывоз мусора, пускай этот мусор лежит у них под окнами. Я не могу вам напрямую рекомендовать повторить опыт итальянцев, жителей Палермо, надо ли так поступать или не надо решать вам, но вот, собственно, есть такое решение этой проблемы. Пока сотрудники мэрии города Уфы разучивают речи и скетчи для форума «Умный город», сам город Уфа подвергся разрушительному воздействию климатической стихии. Ну, вы помните, да, вот эту жуткую жару начала недели, и в результате этой жары на улице Зорге окончательно распались трамвальные рейсы. Видимо, температурное воздействие было столь велико, что рельсы просто реально лопнули, разошлись в стороны. А последовавший вслед за зноем ветерок 12 июля уронил аж 85 деревьев вдоль дорог и во дворах города Уфы. К счастью, люди не пострадали, только автомобили и провода, но, как говорится, когда, как кому повезет. Впрочем, мэрия Уфы на подобные мелочи внимания не обращает. Ее внимание сконцентрировано на строительстве дощатых самолетов, которые теперь решено совместить с качельками. Не смейтесь, да, вот этот знаменитый монумент из досточек, который расположен на бульваре Славы, теперь совместились с качельками для детей. Теперь это то ли монумент в память о Мусе Горееве, то ли это какой-то аттракцион. В общем, на этом самолетике внизу теперь можно качать детей, ну или самим покачаться и попить пивка. В планах у Уфимской мэрии, по слухам, установка на одной из площадей города Уфы глиняного пулемета. По мотивам произведения Виктора Пелевина «Чапаев и пустота». Также, по слухам, монумент этот будет называться «Мавлиев и пустота». В городе Кумертау на этой неделе полиция задержала группу подростков, которые маршировали по улицам с имперскими флагами. Флаги были изъяты, подростки задержаны и идет некое разбирательство. Видимо, зуд извращенного патриотизма докатился и до провинциальной молодежи. Пока до конца непонятно, под каким предлогом будут наказывать этих малолеток и вообще будут ли наказывать. И однозначно начинать надо, конечно же, не с них, а с тех, кто вложил в их жидкие мозги имперскую идеологию. Со всяких там Дугинах, Галазевых и им подобных. Понятно другое. Работа с молодежью в республике Башкортостан свелась к традиционной показухе. Юртам, паркам Патриот, всяким форумам и Яне Гайдук. Сейчас из каждого утюга пропаганда вещает нам о том, как неимоверно сплотился народ вокруг своего вождя Владимира Путина в связи, после или вместо мятежа Евгения Пригожина. Мы провели опрос в телеграм-канале «Открытой политики» на эту тему. И удивительные результаты. Поучаствовало, собственно, в этом опросе свыше 800 человек. И только 12% опрошенных заявили, что они сплотились вокруг национального лидера и все еще не разжали ягодичные мышцы. 70% опрошенных не заметили никаких признаков единения и не видят в нем никакого смысла. 70%. 1% и вовсе не знают, что же стряслось и о чем идет речь. 17% предпочли отшутиться и не отвечать на вопрос. Пользуясь случаем, приглашаем вас всех подписаться на телеграм-канал «Открытой политики». Там действительно интересно, временами и весело. Завтра, 16 июля, в 21.00 на канале «Открытой политики» состоится очередной 86-й стрим. Традиционно всех призываем в нем поучаствовать. Подключайтесь, поговорим. Прошлый 85-й стрим у нас был очень удачным, одним из лучших в этом году по посещаемости и массовости. Вопросы можно присылать и заранее. Лучше всего это делать в комментариях вот под этим сегодняшним видео. Я их обязательно все увижу и проанализирую. Постараюсь на них все ответить. Ну, а также вопросы вы можете задавать в прямом эфире, в чате нашего стрима. Так что не пропускайте. Завтра, 21.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова